ДИБЛОЦЕРАТОПС 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 оригинальным окрасом как бы пытались первоначально привлечь людей в эту игру, так что ну окрас такой по сути невзрачный, с полосочками темно-коричневыми, сам такой однотонный, монотонный ну вот, но все же цвет воротника и цвет рогов клюва, вот этих шипов различных он выигрывает как бы по-моему так ему даже ну выглядит, кричит он изумительно, конечно, и голова у него сплющена вау, просто игра, вот если вот у игры все получится и дадут уже скоро возможность поиграть за людей, это будет просто изумительно, просто изумительно товарищи граждане, ну значит можно тут шею у него рассмотреть, как там связки были скреплены шейным воротником ну что ж, вот такой у нас скин под номером 2 предлагаю перейти к скину под номером 3 значит, вот скин диблоцератопса диблоцератопса под номером 3 теперь цвет вот рогов, шипов у него окрашен в такой даже вообще прям чугунный чугунный такой цвет глаза у нас теперь голубой этот ну хрусталик черный, конечно, а вот белок голубого цвета такого воротник теперь окрашен еще лучше, чем даже было в прошлый раз, по-моему потому что вот внешне вот с окрасом тела, если взять то этот окрас лучше выглядит собственно говоря, полосы те же ну в тех же местах, только другого цвета по сути тот же самый окрас только с измененной цветовой гаммой ходит так странно все-таки но здесь зато видно, в отличие от других игр, как мышцы двигаются у животного то есть это продумано вот значит такой у нас скин под номером 3 теперь давайте перейдем к скину под номером 4 он, собственно говоря, пока что последний в игре вот наш скин под номером 4 по-моему, он самый темный, при этом же самый яркий окрас из всех представленных цвет рогов и шипов остался такой же, как и предыдущего скина цвет глаз теперь зеленый он выглядит как-то из-за вот такого цвета глаз как-то мультяшно он выглядит но вот эти ромбические пятна в которых еще какие-то узоры вот эти полосы на носовой полости на глазах на шейном воротнике на лапах выглядит просто просто вот вообще то есть я так понял в эту игру добавляет разнообразные окрасы чтобы вообще всем угодить я вот хочу посмотреть, что там такое впереди а это просто камень мне показалось издалека, что это чьи-то останки да, собственно говоря, это просто камень но вот, образно говоря, сами посмотрите вот на окрас кончик хвоста белый у нас такой сверху выглядит если честно, если бы ну так вот, не приглядываться сверху можно, потому что это стегозавр даже вот видите, на шее за воротником они окрасили то есть человек, который создавал эти скины вроде Ливи Дракония это Ника она такой себе придумала вот она действительно занимается хорошим делом и у нее это отлично получается теперь предлагаю перейти ко второму цератопсу добавленному в эту игру это Трицератопс ну что ж, вот и наш Трицератопс просто нет слов офигенно выглядит ходит так же в развалку, собственно говоря как и Диблоцератопс вот блин понаставляли травы даже животное некуда поставить густые заросли вау ну вообще просто нет слов носовой рог два надбровных рога рога два надбровных рога два надбровных рога мне кажется все таки правильно будет маленький шейный воротник при этом покрытый рядом таких остеоцитов костяных он не шибко защищал шею но у него были рога и этими рогами он мог надавать люлей даже тираннозавра хвост опять же маленький и коротенький с этим я не согласен я считаю что все таки даже если он и был короткий то более толстый вау ну к модели вообще нет слов просто офигеть прям зла прям до мурашек я даже вижу коренные зубы в челюсти видите зубы я вижу звук бесподобен но так же раненый он ходит вот так вот с поджатой лапкой смотрите как ходит тынь-тыринь такой тынь-тыринь-тыринь такой ну смешно вообще я не могу так давайте ляжем полежим ну лежит он собственно точно так же ну логично 20 цератопса и че их одинаковыми делать что ли ой разными что ли их делать пусть одинаковыми будут только модели разные будут а так нормально а вот атака у него другая а вот это дополнительно так просто так бы дать а вот это он существенный урон так ну давайте пробежимся это просто это вот вот он бежит хоть и в развалку но его остановить будет очень трудно то есть если вы как-то будете пытаться это сделать то он просто вас задавит да модель бесподобная окрас тоже просто изумительный хотя я предпочитаю более темно окрашенных трицератопсов потому что мне кажется так это более натурально выглядит но воротник яркий вот цвет воротника я бы оставил а вот само тело более темно бы сделал ну что ж это был первый скин давайте теперь перейдем к скину под номером 2 значит вот скин под номером 2 теперь наш трицератопс такого голубого цвета и хвост вообще как зебра окрашен рога у нас очень такие темные что мне нравится по сути что как бы сама голова то она такая темная то есть верхняя часть головы такая в большинстве темная зато у него светлые глаза что четко выделяется и четко выделяется прям такой узорчатый шейный воротник даже если тело окрашено не очень то взять все вот эти все вот эти плюсы и спокойно наслаждаться игрой по моему выглядит хорошо мне нравится если честно вот особенно ярко крашеный воротник я говорил что можно потемнее тело и был ярко крашеный воротник и все будет хорошо да добротно сделали ну что ж это был скин под номером 2 перейдем к скину под номером значит вот скин под номером 3 теперь цвет рогов как бы кончики черные сами они такие более светлые небольшие такие пятнышки на шейном воротнике светлого цвет красотку а сам трицерат вас монотонный так вот на спине у него имеется такая фиолетовая полоса в основном он монотонный покрыт смотрится как будто он заболел чем-то на самом деле это такие вот костные остеоциты покрывающие его конечности и спины ну и все тело для защиты от допустим хищников но мне кажется хищники выработали специальные острые зубы и когти чтобы прогрызать эту броню так что это не сильно поможет ему если честно но вылет как будто он заболел оспой но все же окрас очень хороший то есть но все же два предыдущих мне как-то нравились больше это какой-то слишком монотонный если вы более яркий был воротник может быть он бы и зашел но как-то не очень ну что же остался у нас получается последний скин под номером 4 ну вот еще вот эти вот морщины на теле тоже все хорошо про и продумано проделана прям вообще идеально ну что ж это был скин под номером 3 переходим в скину под номером 4 ну значит вот последний скин так трицератопса черт подери сколько же тут растительности это ее по мать ну значит такой вот у нас окрас трицератопса слаб у него убрали огромное количество вот этих вот разнообразных остеоцитов голова слишком уж даже чересчур ярко окрашена просто какие-то пятна везде по углы неравномерно разбросаны поэтому по моему самый лучший окрас был 1 на лапах какие-то красные пятна есть это не кровь не царапина это ничего такого просто вот такой вот окрас большую часть окрас это конечно монотонный черный такой стальные стальные серы такой вот но присутствует также проблецки более светлого и брюшка у нас беленькая ну зубы видно просто отчетливо меня вот эта детализация радует в этой игре осталось нам построить буквально четырех еще новых динозавров которых добавили я уж не знаю как будут выходить видео по этой игре потому что сейчас всем нужен мир юрушка периода я не могу его часто выпускать потому что придется чаще снимать видео у меня возможности особой нет вот поэтому будем думать будем думать ну что ж это были окрасы диплоцератопса и трицератопса из игры за и сл надеюсь этого видео вам понравилось ставьте лайки пишите какой скин вам понравился больше вступайте в группу канала с вами был дарт сидиос увидимся следующем в следующем видео всем всего хорошего до скорых встреч и пока удачи удачи Редактор субтитров А.Семкин